всем привет несколько лет назад ну как несколько примерно лет 8 наверное или 7 назад я говорил с одним очень хорошим отечественным электрическим гитаристом а у нас их много очень хороших музыкантов мирового уровня на самом деле так вот этот электрический гитарист почему он мирового уровня потому что он ездит и выступает на разных гитарных фестивалях в америке в европе и в других частях света и играет в общем-то в одной обойме там со стивом ваем с джо сетриани и с массой гитаристов имен которых мы не знаем которые играют на больших площадках на этих самых гитарных фестивалях очень много женщин кстати интересных которые играют на электрических гитарах очень необычно со своим звукоизвлечением со своей манерой не похожи ни на кого но в ютюбе масса роликов есть вот этих гитарных гениев молодых совершенно никому не известно так вот этот самый гитарист сказал мне такую вещь я повторяюсь что это было не меньше семи лет назад может быть сейчас ситуация изменилась но что он сказал он сказал что единственный гитарист из всех исполняющих инструментальную музыку на электрической гитаре который собирает большие залы на свои концерты инструментальной музыки электрической стиль рок ну или там с разными отклонениями этот же бэк все остальные именитые гранды электрической гитары несколько имен я уже назвал пару да они не собирают залы на сольные концерты они играют в небольших клубах или на крупных вот этих гитарных форумах гитарных фестивалях где где всякие коллаборации начинаются или сольные выступления сольные сеты но тем не менее народ не ходит на сольные концерты больших таких вот гитаристов и инструментальщиков инструментария играющих просто музыку но опять-таки это было лет семь-восемь назад может быть сейчас уже ходит может быть уже большие залы собираются на такого рода музыку коджев бэк единственный был на тот момент времени который собирал реальные залы правда вот эта пластинка которая у меня здесь стоит это концерт в клубе ронни скотт известная известная во всем мире площадка в англии в лондоне раньше это был джаз клуб когда только начиналась его история потом стали играть уже самые разные музыканты в этом клубе но тем не менее пять вечеров подряд здесь играл джер бэк пластинка вышла в 2008 по моему году если мне память не изменяет вроде да так вот говорить о том сейчас кто является лучшим гитаристом мира кто не лучшим гитаристом мира это просто смешно потому что прекрасных музыкантов невероятное количество и 99 процентов этих прекрасных музыкантов играют вообще на улице опять-таки откройте youtube посмотрите какие артисты работают на улице или поездите но когда представится возможность там по европе по америке посмотрите что там происходит да и в нашей стране немало безвестных гениев которые играют где угодно поэтому лучший кто лучший кто не лучшие это очень смешно я уже не говорю о тех музыкантах которые записываются на пластинках и там компакт-дисках в сети и являются частью большого шоу-бизнеса но джефф бэк это настолько узнаваемый музыкант настолько со своим звуком со своей манерой а манера его определяется одним словом непредсказуемость и у него и у него настолько свое звучание что можно сказать что он является одним из самых оригинальных самых невероятных гитаристов неповторимых свой звук на гитаре вообще достаточно сложно выработать и я не скажу что считанные единицы обладают своим собственным уникальным звучанием но ну не знаю но десятков пять наверное фамилий можно назвать был свое время такой модный гитарный процессор назывался легенда куда были забиты тембры известных гитаристов начиная там от джерри гарсии тони йоми сантана и еще человек 30 еще наверное порядка 30 тембров и гитарные обработки были все обозначены как добивается человек такого звука джефф бэк там тоже был в этой самой легенде забит но легенда это что легенда это процессор это цифра все равно это все равно это имитация это не то что ты вышел на сцену и сымитировал звук джеффа бэка что вообще невозможно сделать джерри использовал очень мало примочек так называемых на концертах да и на записи тоже и звук я уже говорил несколько раз звук гитариста звук гитары это пальцы это в первую очередь пальцы все что делал джефф бэк это его пальцы его тело его мысли его душа как это не банально звучит и может быть скажет а несет чушь какую такая душа надо вот научиться вот это самое как есть один такой по сети гитарист который все объяснит вам как надо высекать забивать гвозди тогда чушь смертельную ахинею вот это будет нести вот это пальцы тем тем более что джербек очень много играл пальцами и играл совершенно как-то очень очень странно большим пальцем большим пальцем много играет кто большим пальцем играет половина наверное черных блюзовых музыкантов очень очень мощно гитаристов но он очень странно он держал рычаг вот так между пальцами и и и как-то даже я даже трудно мне представить как он как он играл как он извлекал звук но звук настолько свой что если слушать его ранее пластинки джерба групп я хотел рассказать первого альбома там же не трус трус правда у меня нет он вышел в 68 году это вторая пластинка бы кола 69 год здесь он поменял барабанщика энсли дан бар получил отставку потому что он слишком был прямолинеен и роков а дживбек уже кренился в сторону все-таки более фанковый более сложной музыки хотя здесь тяжеляк ядерный просто собственно гряло дзеппелин начали работать если диппел начали работать в русле группы ванилла фад что в дзеппелин начали работать в гру в русле группы джевбек групп после выхода первого альбома truth который называется 68 году ну не то чтобы впрямую услышали а как дживбек играет и давай играть также тем более что и пейдж и бэк играли вместе до того в группе yard birds если кто-то помнит такое название и кстати говоря на этом альбоме бэк играет песню написанную джимми пейджем бэкс болеро написано еще во времена yard birds в глухие 60-е годы с нее и начинается концерт хотя это не концерт это запись с пяти запись с пяти вечеров собраны песни но звучит как полноценный концерт и выстроены песни также как полноценный концерт в общем очень здорово так вот вот на этой классинке играется такой ядерный ядерный гитарный тяжелый рок но определить на какой гитаре играет здесь бэк невозможно все привыкли видеть джеффа бэка с фендером стратокастер естественно там модифицированным по-своему он играл и на гибсон и и записано альбомы ряд альбомов у него с гибсоном а вот что здесь я не знаю я не читал специальную литературу наверное наверняка где-то есть в интернете про гитары джеффа бэка про то на каком альбоме какую он использовал но одно могу сказать что когда он играет на фендер стратокастер он не звучит как фендер стратокастер абсолютно другое звучание и звучание аналогов которому нет как будто это не фендер не гибсон а какой-то вообще другой инструмент понятно что это гитара но какая-то гитара модели которые мы не знаем неизвестны тоже такое звучание вот это пальцевое звукоизвлечение его форшлаги его работа с рычагом работа с ручкой громкости он одним из первых он стал работать так вот одновременно и рычагом и громкостью и и пальцами и вот это пение гитарное просто просто пение которое внезапно переходит в скрипучий и ревущий такой вот гитарный рев это удивительное что-то просто 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 удивительно ну и вот этот второй альбом я очень рекомендую второй альбом джеба групп все девятый год all shook up сразу в руб тяжелый причем тяжелый не вот zeppelin of ski а тяжелый такой в сторону группы faces в сторону там humble pie с фортепиано таким салонная фортепиано и и и это салонная фортепиано задавливается гитарными рифовыми такими построениями с громкими барабанами с ходячий бас-гитарой на которой играет рон вуд и все это очень тяжело здорово spanish boots дальше продолжается точно так же эта песня джеффа бека spanish boots girl from mill valley инструментальчик который написал клавишникой jill house rock известная песня вам по исполнению леса пресли это уже тяжесть такая которую добились наверно только те же самые ладзепелли на которых я говорил чуть раньше только это 69 год это самое начало но такой навал так такой грандиозный просто рев что дальше ехать некуда и вторая сторона продолжается в том же духе плинт ядерный hard rock the hangman the hangman's не еще более тяжелая блюзовая штука и инструментал очень странный райс пудинг какой-то такой hard прогрессив можно сказать вообще жанровое определение здесь сложно подобрать потому что с одной стороны это с одной стороны это блюз-рок вроде бы тяжелый гитарный с другой стороны это уже чистый hard такой стопроцентный настоящий а с третьей стороны это виляние качание в сторону то вот какого-то прогрессива то какие-то элементы джаза то гитарные выходы какой-то космос странные пластинка популярностью не пользовалась при этом несмотря на то что она очень очень и очень хорошая вообще про джеффа бека говорить конечно можно долго много потому что каждый его альбом интересен и неповторим даже вот этот альбом бэк боберт эпиз ритм-секция группы ванила фадж и джефф бек альбом вообще все говорят неудачный он не пользовался популярностью ну разве что ради имен только его покупали хотя музыка интересная но это и не джефф бек и не ванила фадж и не тяжелый даже рок хотя первая вещь вот здесь black cat moon это вроде бы заруба такая же как джефф б групп начинается и как самые жесткие песни ванил и фадж а дальше они пошли уже в какие-то другие дебри все втроем начали петь чего не было у джеффа бека в джефф б групп где пел рот стюарт изумительный кстати на обложке здесь написано состав следующим образом обозначен вокал экстра-экстраординарный рот стюарт ну и дальше понятно гитара бас рон вуд фортепиано ники хопкинс ударные тони ньюман и гитара джефф бек но экстраординарный рот стюарт здесь никакого стюарта уже нет профессионального вокалиста здесь они втроем поют бэк богерт и эпиз поют вроде чистенько хорошо но очень слабенько очень слабенько все это отметили нет правильно все 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 пропевается все здорово но не шибко так индивидуально скажем так хотя все сыграно здорово все отлично и как-то кидает страны в сторону стиви вандер здесь присутствует среди авторов superstition песню играет замечательное трио и остальные песни они тоже как-то то ли это рок то ли это соул то ли это джаз то ли это кросс бестил снэш и янг неожиданно все как-то вот так вот вместе и неопределенно неопределенно и не очень-то интересно честно говоря не очень не не очень интересно хотя сыграно все блестяще все здорово джефф б блещет своей неповторимой гитары но не очень все это впечатляет и группа приказала долго жить слава богу потому что 75 если мне память не изменяет году вышел вот этот альбом один из ключевых наверное альбомов того что стало называться потом музыкой фьюжен и об этом альбоме и так далее я уже поговорю отдельно потому что это шедевр которым я заслушиваюсь много много десятков лет поселка blow by blow 1 сольный альбом джеффа бека за это надо выпить пока